Я рад вас всех видеть. Спасибо вам, что вы по морозу, преодолевая трудности, пришли на лекции. Я здесь по спец-заданию, у нас есть национальный совет, мы там разбираем первую песню Шимадбхагаву. С вами Махараджа, Харидеев Прабху. Другие преданные комментируют комментарии Шилу Круппады, объясняют более подробно Шимадбхагаватам. И наша задача дальше это распространять, объяснять эти важные стихи пятой главы, первой песни, которые очень много раскрывают нам важного в нашей жизни. Они очень практичны. Поэтому я сейчас остановлюсь на этом, на том, что уже разобрали старшие преданные. Надеюсь, что мой пасмурный вид, моего пасмурного лица, как бы, не смутит вас, не помешает мне донести вам это знание. Кто здесь первый раз, вот прямо совсем первый раз на таких лекциях в Айшнавске? Это древняя традиция, то, что мы сейчас делаем. Даже вы себе представить не можете, как давно уже начали читать такие лекции в Шимадбхагаву. Это началось пять тысяч лет назад. И это произведение Шимадбхагаватам является уникальным произведением всей ведической литературы. Это жемчужина ведической литературы. Тот человек, который аккредитировал веды и написал многочисленные ведические произведения, Десадев, который, по мнению многих ученых ведических, считается воплощением Бога, Шахтивеш Аватара, по мнению даже Дживы Госвами, он является самим Богованом полной экспансии. То есть, Тесадев, который составил веды, составив все веды, он остался неудовлетворен. И результат этого неудовлетворенности стал таким, что появилась великая Бхагавата Пурана, Священное Писание, которое является жемчужиной всего ведического дерева Священных Писаний. Это Священное Писание является самым важным, по мнению Вьесадева, того, кто составил веды, самым важным ведическим писанием. И поэтому Байшнавы изучают его очень тщательно. Каждый день по утрам Байшнавы собираются с целью обсудить какой-то стих из Шимадбхагаватам. От таких стихов очень много, по-моему, 14 тысяч стихов Чимадбхагавата. А? 18 тысяч стихов, да? 18, да. Ну, то есть, хватает. Если каждый день по одному стиху, то 18 тысяч дней надо собираться. Ну, то есть, это надолго. Поэтому мы и собираемся. Обсуждаем это великое произведение. Оно является главным лекарством, которое излечивает материальное существование в эпоху деградации, в которой мы живем. Согласно ведическому писанию, мы живем в железный век раздоров в эпоху деградации, которое длится 432 тысячи лет, и мы прожили 5 тысяч всего. Еще до конца света, не скоро. И все это время человечество, вся культура, она постепенно увядает, к сожалению. Ну, это, в принципе, сам принцип материального существования, потому что даже золотой век он увядает. Сначала золотой век увядает, потом серебряный увядает, потом бронзовый, сейчас железный увядает. То есть, идет постепенное увядание всегда. Потом дальше опять очищение пространства и опять заново золотой век и так далее. И в предыдущей эпохе разные виды практик служили людям возможностью достигать совершенства в жизни. Так, например, в золотой век люди занимались аскезами и так далее. Потом в серебряной они занимались медитацией, потом поклонением Богу, совершением яги. И в конце концов, сейчас поклонение Богу возможно только в виде прославления Его Святого Имени. То есть, есть несколько видов прославления Святого Имени Бога, и одним из видов является чтение Шимат Бхагаватам. Потому что Шимат Бхагаватам, это как раз, каждое слово Его, это прославление Бога. И поэтому, даже в самой Бхагаватапуране написано, что после ухода Господа, который произошел 5000 лет назад, на Его место встала Бхагаватапурана. То есть, есть такой стих Шимат Бхагаватам, в 1.3.43. Это Бхагаватапурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Шри Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Это Бхагаватапурана принесет свет знания людям, утратившим способность видеть непроглядное мнение вежества века Кари. То есть, как раз это единственный способ Карию будет достичь совершенства. Это распевание Святого Имени Господа и прославление Господа. Прославление Господа – это Бхагаватапурана. Поэтому в самой Бхагаватапуране говорится, что если человек внимательно и с предностью слушает послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. То есть, в самой Бхагаватапуране об этом говорится, что вот так надо достигать совершенства. И те предные, которые реально очень глубоко, вдумчиво изучают Шимат Бхагаватам, слушают это послание, они получают также счастье, они становятся счастливыми. О, искушенные, вдумчивые люди, вкусите Шимат Бхагаватам, зрелый плод, дерево желаний юргической литературы. Он изошел из уст Шукадевы Госвами, отчего стал еще слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая освобожденные души. Ну, то есть, это счастье, это большое счастье слушать о Шимат Бхагаватам, потому что эта деятельность освобождает от материального существования и дает человеку возможность получить все виды счастья, которые существуют в этом мире, потому что Шимат Бхагаватам несет знание, как жить. Это практичное учение. Это я сказал для тех, кто первый раз пришел. А теперь мы будем читать вот эту шлоку. Шимат Бхагаватам 1.5.34 Иван Нринам Крия Юга Сарвесом Среди Хетава Таэ Ватма Инашая Калпанте Калпита Паре. Эйвам Так Нринам Человека Крия Юга Вседействия Сарви Все Смрити Материальное Существование Китава Вызывает Те Ток Эва Определенно Атма Дерево деятельности Динашая Убивает Калпанте Становится способен Становится способен Калпита Осветивший Ари Принцидентным Привода Божественной Милости Шилу Парпады. Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, срубает дерево деятельности. Каментария Божественной Милости Шилу Парпады. Кармическая деятельность, в которой постоянно занято живое существо, сравнивается Бхагаваддити с Баньяном. Потому что своими корнями она уходит очень глубоко в землю. До тех пор, пока в живом существе будет сохраняться склонность к наслаждению плодами своего труда, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое, или с одного места в другое, в зависимости от характера его деятельности. Склонность к наслаждению может быть преобразована в желание служить миссии Господа. При этом деятельность человека превращается в карма-йогу, то есть она вступает на путь, идя по которому можно достичь духовного совершенства, продолжая при этом заниматься той деятельностью, к которой человек имеет природную склонность. Слово «атма» в этом стихе указывает на все виды кармической деятельности. Подводя итог, можно сказать, что когда результат любой кармической деятельности или другой деятельности связывается со служением Богу, она перестает создавать новую карму. Постепенно развивается в трансцендентное предное служение, которое не только срубает под корень дерева, баньян, деятельности, но и переносит того, кто занимается таким служением, к лотосным стопам Господа. Суммируя сказанное, можно заключить, что прежде всего человек должен искать общество чистых вайшнавов, не только сведущих видантий, но и осознавших себя, являющихся безукоризмно чистыми, преданными Господа Шри Кришны, Личности Бога. В общении с ними преданный неофит должен безоговорочно нести любовное служение, используя для этого свое тело и ум. Это стремление к служению побыть великие души, быть более благосклонным к нему и одарить ему его своей милостью, которая позволит ему приобрести все трансцендентные качества чистых вайшнавов. Постепенно это развивается в сильную привязанность к слушанию повествований о трансцендентных играх Господа, что делает предного способным понять естественное положение грубого и тонкого тел и, кроме того, дает ему знание о чистой душе и ее вечных отношениях с высшей душой, Личностью Бога. Когда душа узнает о своих вечных взаимоотношениях с Господом и восстанавливает их, начинается чистое предное служение Господу, которое постепенно развивается в совершенное знание о Личности Бога, переходящее знание, превосходящее знание о безличном брахмане и локализованной параматме в сверх душе. Как говорится в Бхагавадгите, с помощью такой пуршоттама йоги человек достигает совершенства, даже находясь в нынешнем материальном теле и в максимальной степени проявляет все положительные качества Господа, так постепенно совершенствуется тот, кто общается с чистыми преданными. В принципе, мы знаем такие вещи. Гомеопатия. Человеку дается причина болезни в маленьких дозах, как лекарство. Здесь объясняется, что такое крия-йога. Если человек занимается карма-йогой правильно, то все причины его пребывания в самсаре уничтожаются, Атма-Винашея. Карма, если она применяется правильно, Атма-Винашея саморазрушает себя. Деятельность становится причиной разрушения самой себя. Это Бхагки Мишра-Карма. То есть есть Бхагки Мишра-Карма, есть Карма Мишра-Бхагки. Карма Мишра-Бхагки – это Карма Мишра-Бхагки, где Бхагки – главный элемент, в котором человек не очень привязан к карме. А Бхагки Мишра-Карма – это означает, что Карма – главный элемент. Попытайся это как-то связать с Богом и Его преданными. И так надо добавить к карме Бхагки и сделать в карму Бхагки Мишра-Кармы. Бхагки Мишра-Кармы. То есть мы занимаемся Кармой, но там есть Бхагки. Так нужно Богу предложить деятельность. И, как ни странно, Он еще больше от этого дает нам возможности. К такому результату это приведет. Эта деятельность сама себя постепенно начнет уничтожать. Так человек приходит к Бхагке Мишра-Гьяне. У него появляется отречение. Бхагки остается вспомогательным элементом. И это результат Крия-Йоги или Карма-Йоги. То есть Бхагки Мишра-Гьяне потом возникает. А потом будет Гьяна Мишра-Бхагки. То есть Гьяна уже становится вспомогательным элементом. И главным элементом становится преданное служение. Это постепенное развитие идет человека в духовном жизни. В самом худшем случае человек достигает просто имперсонального освобождения. Но Нарда Муни не это советует. В следующем стихе говорится о Бхагке Мишра-Гьяне. Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направленная на выполнение миссии Господа, деятельность направленной на выполнение миссии Господа, называется Бхагки Йогой. Или трансцендентным любовным служением Господу. А то, что зовется знанием, или Гьяной, становится сопутствующим фактором. Итак, мы с вами сегодня изучаем очень важный стиль. Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, срубает дерево деятельности. Намам, Вишну, Падая, Кришна, Пречитая, Бхутарей, Шимати Бхакти Веданта, Свами, Инити Наминей. Намасте, Сарасвати, Деви, Гауравани, Прочариней, Нильвишеша, Шуньявати, Пашьячади, Шатариней. Дай, Шри, Кришна, Читами, Пропуни Тиманам, Шри, Гвай, Грак, Шри, Гвай, Грак, Шри, Гвай, 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 Гвай. Прекририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририри Итак, у нас с вами важный стих сегодня. Цель человеческой жизни удовлетворить Господа. Любое действие, направленное удовлетворение Господа, связывает человека с Господом. Ну, допустим, мы решили просто помолиться. Даже если мы молимся с целью получить что-то от Бога, то есть это неправильная молитва, мы молимся Ему, используя, эксплуатируя Его, пытаемся Его использовать в своей жизни, для себя как-то. Материальных целей. То Богу все равно это нравится. Потому что это лучше, чем молиться дяде Васе. Просить Его, чтобы Он мне что-то дал. Ну, то есть так как Господь является причиной всех причин в этом мире, то есть Он все создал здесь, и Он управляет тем, что существует. Каждая клетка нашего тела управляет Святой Душой, Господом. Таким образом, Господь всем управляет здесь. И если мы просим что-то у Него, то в этом случае тогда Ему это нравится. Он удовлетворен. Но еще больше Ему нравится, если мы у Него не просим, а что-то делаем для Него. Потому что деятельность по факту бывает разной. Бывает деятельность, направленная на себя, даже если мы что-то делаем, обращаясь к Богу, но направленная на себя. То это все равно эгоистическая деятельность. Что такое карма-йога? Карма-йога это когда человек борется с деятельностью, направленной на себя. То есть сама по себе эта деятельность возникает из страха и незнания. То есть человек не понимает, что если он все полностью отдаст Богу и будет только для Него жить, то он не пропадет. А наоборот, его жизнь начнет улучшаться. Он этого не знает. И даже он не знает, как все отдать Богу. Он не знает способ. Потому что некоторые думают, что надо просто квартиру продать и отдать в храм. Все, собственность. И тогда и не пропадут. Не факт. Ну то есть Бог не этого от нас хочет. Он хочет, чтобы мы использовали то, что у нас есть служение Богу. То есть нужна какая-то организация. То есть иметь квартиру и работу. Это организация твоей жизни необходимая для того, чтобы предложить это Богу. Нужно как-то организовать свою жизнь. Если ты отдаешь все, это не значит, что ты организовал свою жизнь. То есть это наоборот получается, что организации нет уже никакой. Ты живешь на улице. И тебе нечего кушать. Но Шамад Бхагава там говорит, что даже в этом случае, если ты это делаешь для Бога, ты не пропадешь. Потому что, когда человек отрекается от собственности, что взамен он получает? А? Он получает знания сначала. То есть карма-йога меняется на гьяна-йогу. То есть человек отреченным становится. Он получает знания. Видите, в Санясе, которые все отдали Богу, у них нет собственности, но они имеют знания. Они приезжают сюда, мы их слушаем, получаем знания от нас. Когда человек лишается собственности, он получает знания. Допустим, есть две категории мужчин. Шилл Бурбада говорит. Одни из них имеют хорошую жену и имеют счастливую жизнь. А другие имеют плохую жену и имеют знания. То есть или то, или другой человек получает или знания, или счастливую жизнь. Ну, как бы, Шамад Бхагава там рекомендует постепенный путь. Ну, не бросать все и, как бы, уходить в лес. Тем более, уже леса нет. Уходить некуда. Раньше люди уходили в лес, там жили святые люди по лесам. Сейчас леса нет. Есть только коттеджные поселки. Поэтому, ну, есть тайга, правда, там никто не живет, кроме медведей. Поэтому, как бы, в этот путь уже не работает в Калиюгу. И нам остается только деятельность, посвященная Господу. Интересно, что в этой деятельности есть разные стадии. Разные стадии. Например, человек работает на дяде Васю. Ну, как бы, конечно, часть плодов он отдает дяде Васе. Потому что он же на него работает. И дядя Васе из него извлекает прибыль. Из него извлекает прибыль. Вот. Но дядя Васе дает зарплату. Без зарплаты никто работать не будет. Дядя Васе дает зарплату. И если я часть зарплаты отдаю на служение Богу. Ладно, это уже слишком высокий уровень. Если я на свою зарплату покупаю продукты питания. И прежде чем кушать, готовлю освященную пищу. То есть готовлю с молитвой. И предлагаю на алтаре это Господу. То это уже вредное служение Богу. Но самый низкий уровень. Еще более высокий уровень. Это когда человек работает на дяде Васю. Получает зарплату. И часть денег отдает куда? Крам, 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 крам. Здесь написано куда? Сейчас я вам скажу. Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни. Направлена на выполнение миссии Господа. Называется Бабки-йога. Если храм выполняет миссию Господа. Тогда в храм. Если не выполняет. Тогда можно еще куда-нибудь отдать. Где выполняется миссия Господа. Понятно, да? То есть что происходит, если человек часть своих сбережений отдает на выполнение миссии Господа? Что происходит дальше? Богу это больше нравится. А? Богу это больше нравится. Еще больше и что дальше будет? Еще больше. Дальше. Дальше. Еще раз даст. Даст и потом еще раз даст. Милость проявит. Милость проявит, да. Смотрите, как интересно все происходит. У человека появляется разочарование в работе. Он отдает сейчас денег в храм или куда-то еще, где осуществляется миссия Господа. И в этот момент, когда он это делает, Господь проявляет на него милость. И он сразу, шакал я паршивый, все ворует и ворует. Ну, то есть он, он начинает чувствовать, что он неправильно живет, этот человек сразу. И ему уже не хочется работать на дядю Васю в таком времени. Думает, я не могу не работать, я не могу сейчас вот отречься, у меня семья, у меня дети. Я не могу не работать, мне надо работать, но не хочу на дядю Васю. И это желание копится постепенно. И потом есть следующий уровень, до которого большинство предных искондащей до сих пор не дошло. Следующий уровень заключается в том, что кто-то из старших вайшнавов, самых развитых, должен сказать себе, я не хочу богатства, не хочу последователей и красивых женщин. Я хочу только одного, заниматься беспричинным преданным служением Тебе, мой Господь. То есть кто-то из старших предных должен сказать, давайте будем объединять все наши средства для того, чтобы построить ведические центры и сделать поле деятельности для преданных, дать им возможность вместе работать, трудиться. Потому что люди не могут жить без работы, нужно где-то работать. Смотрите, интересно как бывает, старшие предные часто объединяются с целью построить себе домики за городом, и они это называют бхакти-йогой. Но это не бхакти-йога, понимаете? Бхакти-йога это когда мы создаем условия для деятельности, а не для своей счастливой жизни. Потому что есть три типа преданных, есть нейропекши, нейропекши это те, кому ничего не надо. И в принципе им и так хорошо жить, у них нет проблем. Это те, кто получает Баба Дживешу, то есть люди, которые могут по деревам поспевать Святое Имя. И в принципе в Актистан-Сарасвати, духовный учитель Шилу Крупады, уже тогда еще отменил Баба Дживешу, потому что уже не осталось тех преданных, которые бы не имели кшая Варны. То есть кшая это то, что было у Нарды Муни, когда он мальчиком сидел под деревом. Это то, что мешало ему попасть к Господу. И когда Господь пришел к нему, он сказал, извини брат, ты больше меня не увидишь в этой жизни, потому что ты еще не готов. Понимаете? То есть вот эти вот преданные нейропекши, они реально полностью погружены в духовную жизнь настолько сильно, что им не надо заботиться о своем материальном существовании. У них нет проблем. Следующая категория преданных это сванишки. Это предные, которые путают духовный мир с раем. Они реально, они думают, что в духовном мире, это то место, где мы в своих домиках живем и наслаждаемся вместе с преданными жизнью. И они это называют общиной. Но эта община от этого не становится. И если такие преданные путают райскую жизнь с духовным миром, то от этого рай духовным миром не становится. Понимаете? На самом деле в духовном мире никто в своих домиках не живет. Там все живут для Господа и плачут, и страдают по нему. Почему мы не можем попасть в духовный мир? Потому что мы не хотим страдать. Вот эта сфера, сфера пространства, в котором душа хочет жить в этом мире комфортной жизнью, вот это пространство держит его в рабстве, душу. Потому что реально, даже просто кусочек денежек отдать на служение миссии Бога, это уже трансцендентная жизнь. Это уже трансцендентализм. Потому что это выводит тебя из зоны комфорта, вот этого пространства, в котором душа спит. Но как вы себе представляете, если преданные построили себе домики в деревне, вместе объединились, там живут, они вышли из зоны комфорта или нет? Наоборот туда вошли. И неужели это поможет им увеличить их духовную жизнь, духовную активность? Конечно нет. Поэтому предные должны стремиться, старшие предные должны стремиться не к тому, чтобы домики себе в деревне построить, а должны построить то, что объединит их в деятельности. Неважно потом, будут домики или нет. Может эта деятельность не даст достаточно прибыли, чтобы домики себе построить. Но это будет уже община. Община означает, что предные работают вместе на Бога, а не на дядю Васю. Это более высокий уровень жизни, потому что плоды труда отдаются уже Богу. Предные просто получают зарплату, и все. А деятельность вся направлена на Бога, и плоды этой деятельности тоже принадлежат Богу в этом случае. Но для того, чтобы это возникло, хотя бы один старший предный должен появиться, который должен это все организовать. Потому что если предные организуются в какую-то фирму, и старшие предные будут прибыль себе брать, это просто обман. И предные потом уйдут от них. Лучше на дядю Васю заработать, который себе прибыль берет в карман, чем на предного, который себе прибыль в карман берет. Потому что предный, который себе прибыль в карман берет, еще больше обманщик. Таким образом, более высокий уровень жизни вайшнавов заключается в том, что преданные должны под руководством старших объединиться в такие организации, где бы преданные с помощью своей деятельности отдавали плоды труда на развитие деятельности для Бога, миссии Бога, вот то, о чем здесь записано. На развитие миссии Бога они должны отдавать плоды своего труда. И это сознание, такое вот сознание, настроение возможно только в том случае, если предный становится паренишкой. То есть, паренишка это предный, который хочет в рай. Хочет в райской жизни, и поэтому вся его деятельность направлена на то, чтобы организовать себе счастливую жизнь в этом мире. В конечном счете, самый верх его совершенства означает, что он ни на кого не работает и живет счастливо здесь. Так часто предные уходят в пратмачали ашрам не для того, чтобы учиться в бхакти-йоге, а для того, чтобы просто не работать. И жить там спокойненько, а не париться. Вот. Это не способ заниматься предным служением, потому что предные не создают себе дом, зону комфортно в этом материальном мире, а наоборот уходят из нее. Их цель служить, а не наслаждаться. Поэтому вайшнавы, они пытаются отдавать свою жизнь и деятельность Богу, объединяясь друг с другом с целью создать условия для такой деятельности. Объединяясь. То есть, видите, интересным фактором, который указывает на то, что предные действительно развиваются, является тот момент, что предные способны создавать совместную деятельность, направленную на служение Богу. Не обязательно это будет какая-то фирма. Пускай это будет ведический центр, где предные просто проповедуют. Допустим, у Шаварама Махараджа, он так им говорит вайшнавам. Говорит, если вы хотите служить Кришне, тогда создавайте вот эти комплексы Гавиндас, которые у него есть. Там в этом комплексе есть, смотрите, интересно, есть ресторан, есть йога-клуб, есть психологический центр, есть намахата, и божества там стоят. То есть, там фактически вся община, вся инфраструктура общины, и предные приходят туда работать, а живут при этом в городе. И они только дома, только спят. Они все общение, все время проводят служение, и собственность этого комплекса принадлежит искону, а не дяде Васе, вайшнаву. Понимаете, да, о чем я говорю? Все получают зарплаты, и это значит, что они получают столько, сколько нужно им для жизни. А все остальные деньги идут куда? На развитие миссии Господа. О чем здесь говорится? Итак, как бы то ни было, неважно на каком уровне вайшнавы находятся в моей общине, надо знать одну вещь, что есть еще одно условие, которое необходимо соблюдать, для того, чтобы оставаться в миссии Господа. Это условие очень простое. нужно принять в свое сердце тех вайшнавов, которые есть в этой общине, с их недостатками и уровнями развития. Принять означает не критиковать их и не совершать на них оскорблений. Вот какие преданные есть, такие есть. И надо им служить, поклоняться и жить дружно. И важно, какой у нас уровень развития. Мы можем на любом уровне развития заниматься бхакти-йогой, и об этом здесь говорится, что это постепенно срубает город, дерево деятельности. Это не значит, что человек становится бездельником. Срубать дерево деятельности означает, что деятельность, направленная на поддержание себя, становится деятельностью, направленной на служение Господу. Это разные вещи совершенно. Наступает такой момент, в конце концов, в жизни вайшнава, что он вообще не думает о поддержании себя, потому что кто-то другой думает о его поддержании. Кто думает о его поддержании? Кришна это слишком высоко. Это правда. Но кто именно думает о общине вайшнавов? Общине вайшнавов. Это и означает Кришна. А если мы способны сотрудничать, что Богу больше всего нравится, и создаем общину вайшнавов, община, даже просто когда мы на Махаты ходим, это тоже община. Но этого недостаточно. Потому что мы работаем над дядей Уазью. Все еще. Община это означает, что на Махаты постепенно перерастают в совместную деятельность. Что преданные настолько любят друг друга и сближаются, что они способны поверить друг другу и объединяться в деятельность. Под руководством старших, которые отречены, не которые эксплуатируют друг преданных и зарабатывают себе надобие в деревне, чтобы там достичь духовного царства, как они считают. А для того, чтобы эти средства направить на строительство общины. Община означает инфраструктуру. Община не означает домиков, как некоторые думают, себе для Бога. Себе для Бога. Нет. Община означает инфраструктуру вайшнавов. А если община развитая, то потом преданные могут себе и домики построить. Это тоже не помешает в этом случае. Но если преданные начинают с домиков, то тогда приезжает трактор и все эти домики выравнивают, потому что Кришне это не надо. Кришне не надо, чтобы преданные увеличивали свою зону комфорта. Ему надо, чтобы преданные увеличивали служение. Увеличивали возможности служения Бога. Итак, что происходит? Происходит то, что постепенно Господь дает больше возможностей служить, потому что Он больше дает отречений и знаний. Чем больше человек служит Господу, тем больше в его сердце появляется знания, как дальше служить, что надо делать, чтобы еще больше удовлетворить Господа. Некоторые предные уезжают в Святую Тхаму, там живут. Сейчас в Майпуре создается община вайшнавов. Предные там работают на храм. Ну то есть в принципе уже общины есть. Некоторые предные чувствуют, что здесь не создается, а я сам не могу создать. И просто уезжают в те места, где уже есть община. Пусть и в Майпуре или в Аваридаван. В Майпуре более благоприятная обстановка, потому что там вся территория, она там, где живут только предные, там большая территория. Предные могут селиться или рядом с этой территорией, или на ней, и ищут себе возможность там работать для предных, трудиться для предных. Ну то есть, понимаете, духовная жизнь, она очень практична. Очень практична. И эта практичность приходит в сознание, когда преданные интенсивно занимаются духовной практикой. Понимаете, все начинается не с того, что мы вместе работать начинаем. Это невозможно, потому что, смотрите, интересный момент, это то, что мы увидели в нашей общине, когда мы объединились. Когда предные работают на дядю Васю, приходят вместе на Шимадбагватам класс, собираются на Макаты, они при этом проявляют все признаки чистой предности. Они очень громко воспевают, хорошо общаются, и они такие все возвышенные. А ругаются они с дядей Васей, которым не дает хорошо жить. Но когда преданные собираются вместе в одно предприятие, тогда уже дяди Васи нет. И так как именно там в деятельности в нашей проявляется наш материализм, то предные, когда собираются вместе для того, чтобы трудиться вместе, они начинают требовать больше денег от старших, требовать больше ездить в святую дхаму, отпусков больше. Понимаете, то есть они начинают требовать для себя чего-то. От кого? От Кришны. Потому что старший представляет Бога в данном случае. И это не является патовой ситуацией. Это означает просто все вскрывается. До этого мы скрывали свой уровень духовный, а здесь все наружу встало. Все вскрылось. И постепенно предные в общении в Вайшнавской развиваются, когда они совместно трудятся. Это развитие также идет через интенсивное служение Богу. То есть нужно больше времени уделять именно воспеванию и лекциям. И постепенно у предных отпадает это желание больше зарабатывать и больше отпусков. Они реально начинают чувствовать счастье друг с другом. Начинают чувствовать, что им и здесь хорошо. Допустим, в Венгрии в Вайшнавской общине преданный раз в пять лет ездят в Святую Тхаму. И они, когда ездят, скучают по тому месту, где они находятся. Потому что у них там такое глубокое воспевание и поклонение, что они не смогут, не могут так погрузиться сильно, уезжая в Святую Тхаму. У них по местности погружение сильнее. Им там лучше, понимаете, дома лучше. Потому что очень сильное погружение и очень глубокие отношения идут. Таким образом, идея в чем заключается? В том, что если мы не хотим объединяться и быть ближе, то это признак просто недоразвитости. Это признак того, что мы еще не дозрели. Мы можем, конечно, делать вид чистых преданных, но это ничего не меняет, потому что уровень развития личности определяется его деятельностью. Если деятельность человека посвящена только Богу Господу, это значит, что он чистый преданный уже. Если деятельность его не посвящена только Господу, он работает над дядью Васю, это значит, что его сознания не хватает, чтобы быть чистым преданным. У него не хватает развитости. А развитость преданных всегда определяется определяется их возможностью сотрудничать. Чем глубже у них отношения друг с другом, тем более они развиты. Чем больше раздоров, тем менее они развиты. Вот и всё. То есть вера в Кришну определяется способностью Вайшнава быть вместе. Способностью быть ближе друг к другу. Это означает вера. Если они не могут быть близко друг к другу, это значит, что веры не хватает. Всё. В этом признак преданности. Конечно, мы можем делать крутой философский вид, говорить о Кришна-лиле, но она же жизнью является. То есть жизнь всё показывает. Конечно, результат любой деятельности – это более качественное прославление Господа. Но более качественное прославление Господа может быть только в среде, в которой преданные очень близки друг к другу. Понимаете, близкие отношения возможны только там, где преданные вместе живут. Вместе живут буквально означает. Вместе работают и вместе собираются. Не обязательно при этом уезжать из города. Это неэффективно. Можно оставаться в городе. Потому что даже, допустим, мы строим сейчас общину. Мы не делаем отдельный кусок земли. Мы не делаем отдельное поселение, потому что это неэффективно. Потому что это опасно. Могут приехать дядя Вася с тракторами и всё это сравнять. Но если мы живём в деревне, допустим, как нас сравнять? Мы же просто имеем свои частные дома, допустим. Или просто на квартирах где-то живём. Пока. Понимаете, о чём речь идёт? Что не обязательно там добиваться поселения Вайшнавского, общины отдельной, выступать в сражении с правительством. Достаточно просто объединиться в деятельности. И жить там, где жили. А если Бог сильно вас любит, то Он вас даром столько средств даст, чтобы вы могли переехать туда, где жить легче, на природе жить легче. Там больше воздуха и больше милости. Но не всегда так получается. Поэтому достаточно просто объединиться в деятельность. Когда Исклон только начинал развиваться, то предные объединялись просто в такой деятельности, что они просто жили вокруг раны и распространяли книги. Все самые продвинутые, развитые предные занимались только деятельностью, связанной с служением храма. Но потом предные обнаружили, что этого недостаточно, чтобы занять свою природу в полной степени. Многие предные говорили, что я не могу этим долго заниматься, потому что у меня другая природа. Мне очень трудно заниматься, ходить тем, что распространять книги. У меня другая природа. Кто-то склонен заниматься торговлей, кто-то склонен, допустим, что-то еще делать и так далее. Понимаете, и многие предные ушли из Санкиртана, они совершили эту аскезу и ушли, потому что это не является правильным способом развития общины. Община должна развиваться в разных видах деятельности, в соответствии с природой людей. Кто-то склонен к деятельности пуджа, там, допустим, девятиангам предного служения. Надо создать такие условия. То есть должен ведический центр содержать в себе храм. Там должно быть поклонение. Кто-то будет этим заниматься. Кто-то будет работать на этот храм. Вот у меня к вам вопрос. Если человек выращивает морковку, которая потом идет на алтарь, это чистое предное служение или нет? Чистое предное служение. А если человек зарабатывает деньги, на которые покупается морковка, которая идет на алтарь, это чистое предное служение или нет? Это уже чистое предное служение. Понимаете? То есть если предные работают на алтарь, то есть они работают на общину, ваишнау, то это чистое предное служение. А как они будут работать? Какие фирмы они будут? Что они будут делать? Это уже другой вопрос. Зависит от их природы. О рыбках поет рыболов, о птичках поет пиццевов, а я пиявка пью. Ну, каждый по-своему может жить. То есть у него есть природа какая-то. Ему легче что-то свое делать. Я врач, допустим. Мы для Кришны сделали клинику. Там только одни предные работают. И мы это все делаем. Мы получаем просто зарплаты. И мы все это делаем для общины. То есть средства все идут на развитие общины. Я бы хотел, чтобы была небольшая дискуссия. Может быть у вас есть вопросы какие-то. Или может быть вы не согласны с этим. Я согласен. В первой части может есть какие-то вопросы. А вот вы говорите о создании общины, имея в виду широкую направленность или именно ведический центр? Потому что, ну, мое несовершенное мнение, что центры, которые пытаются строить в разных городах, в том числе в Москве, по какой-то причине все время как бы проваливаются эти проекты? Вы знаете, мое мнение такое. Провал идет из-за того, что мы асоциальны. Мы не направляем свою деятельность на общество, а чисто направляем на себя. Это признак инперсонализма, по факту. Ну, то есть, понимаете, то есть, мое мнение такое, что даже ведический центр, если он делается, просто классический ведический центр, просто ресторан, просто поклонение божествам, но преданные при этом направлены на служение обществу, они очень сильно хотят служить людям. Потому что бытует мнение, что вот наша деятельность, вот это вот приготовление ведической пищи, проповедь вайшнавов людям, обществу, она не нужна. И поэтому как бы мы асоциальны. Нет, это неправда. Я могу вам доказать это очень просто. Например, в Киеве создали ведический ресторан по всем канонам, правилам создания ресторана. То есть, преданные подошли, люди, специалисты подошли к этому очень серьезно. Вайшнавы там работают, делают просад. И в этом ресторане люди записываются заранее, чтобы туда попасть. Популярность дикой. То же самое произошло в меньших масштабах Красноярске. В Иркутске. Там тоже создали ведическое кафе, и тоже очень популярно. Люди приходят и кушают. Почему? Потому что это сделали так, чтобы людям было доступно. Я видел также ведическое кафе в Питере одно. Туда заходишь, и там такая тусовочная атмосфера, вайшнавская, что сразу отталкивает людей, которые вообще нашу культуру не знают. То есть, туда заходишь, все ходят и ходят, такие расслабленные, как бы там запах благовоний такой стоит. Ну, как бы люди заходят и пугают. Они думают, куда я попал, в храм или поесть. Вроде написано, что поесть. Я прихожу, вот там в храм. Он боится просто человека. Он за разок выходит, назад выходит. Почему? Потому что нам по барабану. Кришна меня накормит. Понимаете? То есть, нам люди не нужны. Мы просто хотим наслаждаться жизнью здесь. Нам не нужно им проповедовать. Мы хотим наслаждаться жизнью отдельно от этого общества. Это имперсонализм. Такой вайшнавский имперсонализм. И поэтому у нас нет поддержки со стороны общества. Из-за этого имперсонализма. Но если мы создаем ведический центр, классический ведический центр, в котором преданные настроены за, а не настроены против. То есть, они хотят служить людям. Хотят заботиться о них. Там консультанты, психологи сидят. Там есть кафе хорошее, которое кормит людей. Йоковский центр. Там еще что-то преподают они там. Неужели вы думаете, что это не востребовано? Вы знаете, вот то, что дают вайшнавы, это самое сладкое. Самые популярные школы йоги это вайшнавские школы йоги. Я вот то, что видел, все самые популярные. Это вайшнавские. Отбоя нет желающих. Потому что преданные преподают настоящую йогу, правильную. Они так преподают, что йога приводит к Богу человека. Это самая сладкая йога, которая может. Самая вкусная пища это вайшнавская пища. Почему? Потому что предные так готовят пищу, что от нее не оторвешься. Так что нам мешает стать популярными людьми? Самое вкусное знание это вайшнавское знание. Собирают кучу народу всегда. Все предные, которые преподают вайшнавское знание, они самые популярные люди. Я участвовал в одном фестивале, без таблеток ру называется. Там были все самые популярные, известные лидеры, вот это вот, ну как бы, Свияж, там, Малахов, там и так далее. Все вот эти вот известные люди. И когда я там пришел туда, ну как бы, чтобы преподавать, посмотрел, зал всего 400 мест. Я говорю, а что так мало? Они говорят, а у нас больше не приходят. И, ну, странно. Это было в Москве. В библиотеке имени Ленина. В самом центре Москвы. И я, как они организовали, посмотрел это все там, между лекцией по часу, между каждой лекцией, то есть не от релекции был подряд, между каждой лекцией по 40 минут перерыв, в которой втюхивают там всякие лекарства, добавки людям, их выгоняют из зала насильно, и там втюхивают там все, что можно втюхать. Вот. То есть эксплуатируют людей по факту. И пришло всего 150 человек. Они делали рекламу в 60-ти глянцевых журналах. Я спросил, во время, когда 150 человек пришло ко мне на лекцию, я спросил, кто из вас ко мне пришел на лекцию через рекламу? Подняло всего 3 человека руки. А кто пришел, потому что вы увидели объявление у нас на сайте? Пришло все, подняло руки все остальные. Через неделю у меня была лекция в Измайлово, на которую пришло 1000 человек. Теперь возникает вопрос, а почему туда 150 человек всего пришло? А туда 1000. В той же самой Москве. Да потому что там невкусно. Там непредно организуют, понимаете? И вайшнавы. Невкусно там, неприятно там быть в этом месте. А в Измайлово очень приятно. Людям очень нравится то, что делают вайшнавы. Самые популярные фестивали сейчас вот у Гадетского 1000 человек собираются. У нас 700 на фестиваль. Люди просто счастливы на этих фестивалях. Там столько они счастья, любви получают. Невозможно писать. Они со слезами на глазах уезжают. У нас на фестивале на прошлом бытует мнение, что я вообще чем-то занимаюсь непредным служением каким-то. А непонятно чем. Но у нас на фестивале на прошлом был весь фестиваль читания Чандра-Чарана Махараджи. И он там проповедовал прямо на фестивале. И наш фестиваль закончился киртаном. И мы на фестивале кормили просадом все две недели людей. НАТО ПРАБУ там пел свои песни на фестивале. У нас каждый год это фестиваль правда. Некоторые думают, что лекции популярны, потому что я вообще как бы просто не преданно, я просто зарабатываю на людей деньги. Но я себе не построил ни домика, ни квартир, ни машину купил. Что значит я зарабатываю деньги? У меня нет никакой прибыли. Домика нет, машины нет. И Таич Тани Махарадж приехал ко мне, говорит, «Вы же богатые люди?» Я говорю, «Ну да». Он посмотрел, как медический центр там строил, классный. Говорит, «Свози меня домой к себе». У меня нет, я на квартире живу, снимаю, капни. А машина есть? Я говорю, «Нет». Он говорит, «Почему это никто не знает? Почему все считают, что зарабатываешь?» Я говорю, «Это их проблемы, они завидуют просто мне, поэтому так считают». Среда бунтует против нас. Причина бунта – неправильное понимание, зачем мы здесь нужны. Наше знание очень сладкое, и то, что мы делаем, очень сладко для нас. Оно очень нужно и востребовано. Просто нужно сделать, перестать быть им персоналистами. Нужно переподносить его людям в той форме, в которой они могут принять. Надо быть близкими к людям, не далекими от них, а близкими. Это не мешает оставаться предным. Если предный таким образом действует, то не важно, что они делают. Вот смотрите, есть в Челябинске Матаджа одна, Три Шакти, ее зона. Она сделала Вайшнавский комбинат, в котором просад делается. Она создала хорошую среду там, и преданные в экстазе там работают. И просад разлетается по всему городу, конкуренции нет. Ясно, что ее пища, она самая вкусная, потому что она чистая, она предложена Богу. Ясно, что это самая вкусная, поэтому это улетает со свистом. У нас, где я живу, там преданные разработали колбасу. Похоже по вкусу на докторскую колбасу, которая раньше в Советском Союзе была. Сейчас эту колбасу даже в Америке заказывают. Из Америки заказы пошли и из Германии. Потому что такой колбасы по исследованию вкусной, вегетарианской нет нигде в мире. И они не успевают просто штамповать эту колбасу. они сейчас сделали кредитов на миллион, чтобы, на миллион долларов, для того, чтобы увеличить производство, потому что они не справляются с заказами. Преданные разработали колбасу, оказалось, самая вкусная в мире. А из чего? Из пшеницы. Из чистой пшеницы. Потому что они знают, как разрабатывать, потому что они знают, что такое чистый продукт. Понимаете? Для них главная чистота для преданных, а не деньги. Сначала никто не знал об этой колбасе, потом постепенно она начала расходиться. Сейчас у них уже нет возможности все потребности удовлетворить. Хотя она и стоит дороже, чем обычная колбаса. У меня дядя ко мне приехал из Серово. Здесь в Серове живет мой дядя. Я из Серово сам. Вот. Он приехал ко мне туда из Серово. Я его угостил колбаской. Поел. Говорит, Олег, а ты же вегетерианин. Чего же ты у меня специально колбасу купил? Я говорю, так я могу тебе и сосисочки сварить. Сосисочки сварил, что-то ожидал. Он ест, говорит, классные сосиски. Ну, я не пойму, у вас же вся посуда, говорит, пешноидская. Тебе же нельзя, говорит, ты выкинешь посуду после. Нет, твоя мать сказала, что так вот у тебя как бы такие стандарты. Я говорю, правильно все, говорю, но это колбаса-то и сосиски вегетерианские все. Он так еще раз попробовал, и такой, а, гады, это значит, что там тоже все делают не из мяса. Потому что здесь даже вкуснее, чем там. У него открытие произошло в сердце, что не из мяса вкуснее, чем из мяса, оказывается. Я ответил на ваш вопрос? Знаете, проблема даже не в этом главная. Проблема заключается в том, что мы не вызрели для того, чтобы делать общину. У нас неправильное настроение. Мы хотим зарабатывать на предных. Мы хотим сделать себе райскую жизнь. У вас даже есть человек, который готов просто этот ведический центр построить. Он с предными встречался, рассказывал, что у них неправильное настроение. Они с ним начали говорить о доме, как в себе в деревне. Они говорили с ним о том, чтобы строить ведический центр. Они говорили о том, чтобы строить себе что-то. И он увидел, что это неправильное служение просто. Он почувствовал. Это он начинающий предный. У вас уже все есть здесь. Вам могут уже все помочь. Просто нужно реально понять, что такое предное служение. Нужно начать дружить друг с другом, объединиться в Айшнаву здесь, в этом городе. Объединить. Потому что предные, когда вместе, у них очень большая сила. Очень большая сила. Ведь по факту деньги это всегда на втором месте идут. Часто предные говорят, у нас денег нет для того, чтобы что-то строить. А деньги всегда на втором месте идут. Вот смотрите, если у предных хорошая команда, которая может многофункционально, они могут разные вещи делать, можно и взять кредит. Если уже у нас функционирует большая сила, команда, можно взять деньги, и это все будет окупаться. Понимаете, деньги берутся под людей. Если есть команда сильная, профессиональная, можно взять деньги и не пропадете. Просто взять кредит. И все равно это будет лучше. Это будет лучше, чем просто сидеть и работать на дядю Васю. Но проблема ведь не в том, что денег нет, а в том, что никто не хочет из зоны своего комфорта выйти. Никто не понимает толком, что такое предное служение. Предное служение это вот выйти из зоны своего комфорта, быть вместе, объединиться друг с другом, перестать сплетничать, ругаться, выяснять отношения, принять друг друга какими есть, объединиться друг с другом и начать создавать вайшнавские общины. Да? Видите, уже есть предложение. Надо сначала старших найти, а потом предложение предлагать. Ну, бесплатный вывоз старой бытовой техники служба. Знаете, вам надо сделать доклад собраться с вайшнавами. Вот этот человек приезжал недавно к нам в общину. Он мне рассказал, что здесь, в Екатеринбурге, он занимается удивительной деятельностью. Он очищает город от грязи. Это вайшнавская деятельность. То есть, он берет всю грязь и собирает ее и утилизирует потом всю грязь в городе. А также все эти старые холодильники и все прочее. И он научился это делать так, что властям это интересно, они это помогают, власти помогают. и он это делает так, что это неубыточно. То есть, у него работает 50 человек, которые помогают не только в этом городе, а также в соседних городах собирать мусор. Это же социальный проект, предные могут этим заниматься. Разные вещи собирать в холодильнике и собирать полиэтилен. С полиэтиленом тут это с металлолом, с металлолом здесь прибыль легко. А вы полиэтилен собираете? Нет, я не собираю. Нет, я говорю про него. Полиэтилен тоже не собираю. Он дороже, чем металлолом. Тяжелый собираю. Видите, вы сейчас как бы на него наехали. Вы сказали, да это холодильники собирать, понятно, а ты полиэтилен пособирай, а он собирает. Понимаете? То есть, наезжать можно. Можно понты кидать, понимаете? Но разобраться в вопросе, что на самом деле происходит. Сначала надо, понты кидать, понимаете, на человека. Вы разберитесь с ним, он не только холодильники собирает. И как бы, как это бабушка рассказывала, говорит, мы холодильники, говорит, на заводе производим. Но я, говорит, решила себе холодильник собрать, как бы, выносила запчасти и получилась ядерная боеголовка. Надо разобраться сначала, понимаете, что происходит. Он может вам лекцию целую прочитать, что они делают. Он с правительством сотрудничает здесь в городе и так далее. Но у нас сейчас не на эту тему лекция. Она более важное значение имеет. Итак, у вас на самом деле много что можно в городе делать. Я уже об этом знаю и с разной информацией, сведения. Это все зависит от вас отцами. Вашего желания быть вместе, объединяться. Еще какие вопросы? Да? Да? Ну да. Ну да. И вопрос в том, что как бы они иногда разочаровываются, да? Вот в этой... Не-не, мы. Мы, да. разочаровываются вот в этой райской жизни, да? Но иногда это приводит к разочарованию в самом предном служении. Что делать? Да, разочарование в предном служении происходит по одной причине, что у нас нет культуры взаимоотношения с вайшнавами. Мы не понимаем такую вещь, что преднам надо поклоняться. Поклоняться, понимаете? То есть вайшнав надо не критиковать, не обсуждать, а поклоняться им надо. Вот человек просто святое имя воспевает, он дорог кришне. Надо пыль с его стоп собирать. У нас нет этой культуры, понимаете? Мы на преданном смотрим, да, он преданный или преданный. Надо чуть-чуть человек коррект Кришна сказал, все. Гадхар падит падал без сознания. Он когда подошел к казе, там явно преданным не пахло. Он вышел с мечом Гадхар пандиту, хотел его убить на месте прямо. Гадхар пандит воспевал возле его дома, дома Кази с ващна уме. Вот обнаглел, выходит к нему и кричит. Вы что здесь повторяете Харе Кришна? Когда он сказал Харе Кришна, Гадхар пандит смотрел так на него. Он повторил Харе Кришна и упал без сознания. Убивать не надо, он сам свалился. Потом он встал такой говорит «Я так счастлив, что вы сказали Харе Кришна». Вот искренне прямо казе так расслабился не надо тут Харе Кришна повторил Кришну. Пошел это показ как на нации вести. Мы должны быть привязаны к святому имени. к тому преданным, которые просто воспевают святой мимец, зачем с ними выяснять, как они живут, отклонения их философии. Просто надо любить фишнавов и все. Учиться любить их и принимать такими какие есть. Это то, чем мы должны заниматься. И постепенно такая жизнь приведет к тому, что мы поймем, что у меня в сердце больше грязи, у других преданных. Зачем я буду их обсуждать? У меня там больше грязи. Это главная проблема у нас в ИСКОН. Она приводит к тому, что преданные уходят из общества. Потому что они уходят из-за неправильного поведения вайшнавов. Из-за того, что мы собираемся друг с другом. Не для того, чтобы любить друг другу, поклоняться друг другу и обсуждать игры Кришны, погружаться в воспевание, а для того, чтобы покритиковать кого-то, лозунги какие-то выдвинуть. Это не способ жить в предуслужении. Проблема в культуре к отношению всех. Само предуслужение очень сладкое и привлекательное. Я на Гвардхам ретрит ездил недавно. Шчинандан Махарадж, Пуриджан Прабу, его супруга Джагмат Джадхатарини Мадвананда Прабу проводили этот ретрит. Целую неделю просто такое погружение в духовную жизнь на Гвардхаме. Я таких проектов больше не... Ну, еще и, конечно, Киртамела в Майпуре. Я просто такое погружение там испытал. Но там, понимаете, сплошная Кришна-кадха. Просто постоянно о Кришне. И ни о чем плохом. Просто о Кришне и все. Это предное служение. мы должны больше говорить о Боге. Больше любить друга. И там очень сильно они очень сильно предным поклоняются. Уриджан Прабу когда предного увидит, что приехал кто-то на ретрит, он подходит и говорит «Рабу, я так счастлив вас здесь видеть. Каждому предному вот так подходит. Он гуру склонен. И он так себя смиренно ведет. Уриджан Прабу Это сознание Кришны. Нам надо это перенимать. Мы должны учиться быть такими. Чтобы у нас из сердца только никто отшел. Это не просто конечно такими стать. Но надо учиться быть такими. Да? Я Молодая Хама Амрия Прабу Затону Дем 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 Бурги за последние несколько месяцев. Сформировалось несколько коллективов байшнавов. Один из коллективов это 50 человек байшнавов. Которые совместно работают. Супер. Кафе, магазины по продаже. А когда прибыль идет? Здоровое питание. Развитие. А когда будет? Что будет? Думать надо сейчас. Потому что если вы сейчас думаете тогда в этом случае предные которые работают в вашем коллективе не будут испытывать зависть. Потому что опыт показывает что если прибыль идет в карман преданным тогда все кто ниже они начинают сильно завидовать и злиться. То есть прибыль должна идти на строительство общины. И поэтому она и будет. То есть прибыль от чего возникает? От энтузиазма тех кто трудится. От энтузиазма преданных возникает когда они видят что они трудятся на Кришну. И в этих коллективах надо обучать преданных трудиться на Кришну. Надо собираться и думать разговаривать о том для кого мы трудимся и как это закреплено в наших законах нашей Фильмы. Если в законах закреплено что зарплаты фиксированы а прибыль идет на развитие общины тогда преданные будут в экстазе трудиться и все начнет развиваться. И Кришна будет милостив к к этой Фильме Спасибо что ответили на первую часть вопроса которую я еще не задал. Следующая часть вопроса Дело в том что надо их отбирать по квалификации и чем лучше иногда у преданного отношения с Кришной тем более он трансценгентен Вы ошибаетесь Нет это неправда Наш опыт показывает что те преданные которые имеют более глубокие отношения с Кришной также склонны трудиться для Кришны Этот труд может быть разнообразным Например некоторые преданные склонны трудиться для Кришны они хотят для Кришны давать людям знания у них такая природа Такие преданные тоже нужны в коллективе они вдохновляют других трудиться Другие преданные склонны трудиться для Кришны что-то делая работая для Кришны Понимаете все развитые преданные всегда склонны отдавать а не брать А вот те сванишки преданные которые хотят райской жизни они на самом деле по-другому наклонены они хотят жить только для себя то есть они хотят для тебя считать читать шима багатом для себя проводить какие-то спуджи а если что-то надо сделать для других у них сразу возникают трудности эти трудности у них возникает не потому что они очень возвысились а потому что у них неправильное представление духовной жизни духовном мире никто не занимается уединенным чтением шима багатом все постоянно занимают служением деятельностью направленную не на себя если человек принципе не может трудиться для других это не значит что он развит и вайшнав а также если он постоянно пытается удрать святую дхаму от работы это не значит что он разве и вайшнав это значит что он как раз стремится к райской жизни результат такого стремления будет райские планеты они духовными развитые вайшнава всегда склонны трудиться для кришны отдавать себя у нас это четко видно и преды которые реально предаются кришне они с удовольствием трудятся для кришны с удовольствием трудятся их нет для этого проблем просто надо чтобы это четко было оформлено для тех преды которые действительно развиты очень важно что деятельность направлен на кришну означает это должно прописано быть закона фирмы если в законах фирмы прописано что мы над кришну трудимся что мы себе ничего не зарабатываем это все на общину идет не на наши домики в деревне а на общину тогда в этом случае преданные начнут серьезно вкладывать в эту общину свой труд свои силы а те которые хотят домик деревне они уйдут из общины со временем будут искать другого себе но это их проблема законы фирмы прописывают тех людей которые там останутся если более возвышенные законы они создают условия для более возвышенных людей в труде в днице но если вы ваша фирма цель вашей деятельности заключается в том чтобы себе домик сделать и сделать обхомячиться сделать себе хорошую счастливую жизнь материальном мире кришне это не надо он вам не даст такой возможности я сделал предсказание а теперь трудитесь посмотрите я уже 20 лет смотрю как это все происходит вижу ничего не получается украины которые хотят обхомячиться они не получают милости и у них ничего не получается потому что это не райское место здесь никому не позволено жить райской жизни если преданной хотят создать инфраструктуру для служения кришне тогда сразу же они получают максимум возможности но как только не начинают думать о личной жизни тогда уже проблема но если преданной создали сильную инфраструктуру для кришны они увлекают мог много преданных в эту деятельность и город получает кучу благ от этого все эти преданные будут жить также в хороших домах но они об этом уже не будут думать это совсем другое пытайтесь это понять с помощью знаний надо самому сначала начать поклоняться предным и также это преподавать коллектив вайшнауф это не означает просто вместе работаем надо также собираться и создавать общение глубокое общение опыт показывает что нужно проводить ретриты и просто там воспевание а нужно сначала весь коллектив настроить как мы воспеваем так как мы вместе трудимся поэтому есть на что настраиваться допустим нас ничего не получается мы можем по про воспевание попросить кришну чтобы он дал нам возможности понимать когда преданной вместе трудится у них много причин почему они воспевают вместе и потом они обсуждают как у них получилось они чувствуют говорят о том что в сердце у них возникло после этого у нас субботние программы есть нашем коллективе мы приходим идет лекция которая настраивает людей на воспевание потом идет воспевание три часа есть еще воскресные программы каждого средства программа это джапа ретрит то есть сначала идет серьезный настрой на джап потом два часа джап потом обсуждение после джапа идет также интенсивный киртон такой вдохновенный и так каждую неделю собираюсь мы тоже без выходных работ работа бывает разной есть работа направленная на поддержание жизни а есть работа на возвышение и опыт показывает что если премии вдохновляются то им надо много времени тратить на труд они их труд становится более эффективным и когда преданы собираются на воспевание тогда в этом случае они получают знания в какую сторону им действовать и деятельность лучше даст результат то есть они получают духовное знание еще поэтому но понимаете первое время возможно придется работать без выходных потому что фирма должна сначала встать на ноги и у нас тоже так было что мы много работали сначала сейчас мы уже меньше работаем у нас фильме большинство начинают работать два часа дня и заканчивают по восьмого вечера то есть они работают пять с половиной часов и у нас есть один выходной и месяц еще отдыха и еще плюс все ездит на оба фестиваля украинский русский и еще в новый год тоже дней шесть или семь отдыха то есть отдыха хватает ничего страшного берите непредных они постепенно отвалятся все или станут предными а их место займут другие люди просто поймите это все не является проблемой проблема только одна какие законы у вас предприятия и насколько старше предный настроен на чистое предное служение если это так то все будут вдохновляться очищаться верить в это предприятие и развиваться это неизбежность понимаете для всего искон нам придется создавать такие организации и погружаться в совместно в духовную жизнь потому что то что мы мечтали просто что все будут книги распространять это просто иллюзия предные должны жить в айшнатской жизни означает деятельность они должны трудиться вместе как предные отдавать это все кришне некоторые будут создавать такие фирмы в которых они будут прибыль извлекать и работать на то чтобы построить все домики это тоже нормально но это не чистое предное служение мы говорим сейчас о чистом предном служении о том что возвышенно и чисто я был когда на город андре ты там один украинский предный он тоже преподавал он старший преподаватель биачи во брендаване ади пурша прабу в трех лекциях рассказал что такое чистое предное служение чистое предное служение это не то что я где-то в храме служу там и больше ничем не занимаюсь чистое предное служение это когда вся деятельность человека направлена на служение кришне и даже если человек просто трудится для кришны но целью своей ставит духовный мир возвышение и все все что у него есть отдает кришне это чистое предное служение даже если он просто работает с предными понимать но его цель духовный мир и глубокое духовное отношение с кришной его высшая цель на у него есть также и какие-то какая-то деятельность здесь в этом мире потому что он еще не чистый он сам еще не чистый поэтому он трудится как может но так как он ставил поставил высшую цель себе он занимается чистым предным служением это мнение рупы госвами они обила шаташу ням то есть это он объяснил этот штиф стих и объяснил что чистое предное служение это не то что фантасмагорье какое-то какая-то что я там только в храме пуджи занимаюсь и вообще больше ничего не делал не мараюсь чистое предное служение когда человек поставил высшую цель и делать то что может для кришны и все плоды отдают кришне а для этого что все плоды кришне отдавать нужна правильная организация жизневой шнала и работы правильная организация также означает правильные законы фирмы ответил на ваш вопрос всегда есть виды деятельности когда ну так или иначе вынужден будешь работать во внешнем мире вот этом материале да у нас менеджеры общаются с разными материалистами это не мешает им быть предным и соответственно если всегда обстоятельства у кого-то когда ты просто вынужден работать много лет для того что просто поднять детей и с преданными работать лучше чтобы поднять детей потому что когда при этом объединяются в деятельность смотрите есть какие преимущества первое все склонны хорошо и качественно трудиться потому что они имеют высокий интеллект приятно имеют высокий интеллект поэтому они способны качественно и хорошо трудиться более качественно чем те которые пьют водку едят мясо и надо думать что если человек преданный значит он не может качественно работать предный могут качественно работать и очень хорошо делать качественный продукт поэтому с преданными лучше легче создавать то что материалисты не могут создать проблема только в том что преданные должны понять это что им это надо чтанчандра махарадж приведет приводил в этой связи пример что сначала в питере все распространяли только книги и не было больше ничего но когда книги уже не давали возможность поддерживать храм и жизни ващналов тогда преданные выдвинули лозу футфу лайф то есть надо распространять пищу для кришны и не только пищу на пожертвования также и продавать пищу футфу мани и преданные были шоке они сказали мы этим заниматься не будем мы хотим только чисто преданного служения когда преданное когда им объяснили что это тоже деньги же идут на кришну поэтому тоже чистое преданное служение потребовалось пол-года чтан чандра чтан чтан говорит что предотв livro это поняли а потом они начали в экстазе делать пирожки и со свистом все это распространялось очень качественные пирожки хорошие пришны вкусны то есть понимаете преданные должны просто понять что эта фирма действительно для кришны и тогда потом они начинают радостно не трудиться из начала и процесс переваривания все они пытаются это понять а они вдохновляются, начинают работать. Поэтому эта идея, что для того, чтобы прокормить семью, нужно с непредными работать, это неправильная идея. Но когда нет таких предных, которые вот так объединяют вокруг себя, тогда приходится работать с непредными. Это факт. Когда получается преданное служение, это плоды твоей деятельности, которые остаются, ну там себестоимость, это когда дающих вишни, это является предным служением? Предным служением, однозначно. определенным этапом развития предного является. Постепенно предный, работая на фирме где-то, на дядю Васю, отдавая плоды преданным, он получает знания, как ему срубить дерево деятельности. Как сделать так, чтобы работать не на дядю Васю. Им приходит знание об этом постепенно. Если вы просто работаете на кого угодно и отдаёте плоды кришни, то дальше ваша жизнь увенчается, несомненно, полным освобождением от материального рабства. Об этом говорится в этом стихе. Не сомневайтесь в этом. Просто есть последовательные этапы развития человека и перескочить невозможно, потому что не хватает ни знания, ни возможности. Мы скованы в материальном мире, вы скованы сейчас своей семьёй, её желаниями. Например, если вы будете меньше денег приносить, вас жена просто придушит, и дети просто загрызут. Понимаете, вы не можете, вы скованы, это сковывает человека. Но когда вы занимаетесь чистым предным служением, просто занимаетесь, то постепенно эта скованность уменьшается, опять же, таким же способом. Жена становится лучше, дети становятся лучше. Им уже у них меньше потребностей материальных, больше духовных. Это результат предного служения. Пытайтесь понять, человека жизнь становится другой только потому, что он что-то делает для Кришны. Кришна его освобождает от материального рабства. Это не является какой-то, знаете, такой теоретической фразой. Это происходит очень практично. То есть люди, которые тебя окружают, не мешают тебе дальше заниматься предным служением, а наоборот помогают. Всё создаётся для предного так, что ему больше возможностей уже не работать на дядю Васю, а работать для Кришны. Создаётся больше возможностей. Надо просто прилагать усилия в сторону духовной жизни. Больше, чем усилия, направленные на своё собственное выживание. Чем больше ты усилий на духовную жизнь направляешь, тем меньше надо усилий направлять на своё выживание. Вот как предный взяли и сделали коллектив вошлого. Всё. Им сейчас тяжело, но потом вы увидите результаты. У них так всё взлетит, потому что Кришне это надо. У них и средства появятся на жизни. Но предные, которые не хотят трудиться вместе с предными, а делают отречённый вид, и сидят у себя дома, повторяют Харе Кришна, когда предные начнут для Кришны средства зарабатывать и строить что-то для Кришны, те предные, которые делают отречённый вид, они будут им завидовать. сидят. Душу говорят, ааа, это нечистое предное служение, аааа. Вот завид, не обращать на них внимания. Это те люди, которые просто не понимают, что такое духовная жизнь. Я хотел поддержать у Дарьд Хама, дорогой, что работать с преданными, то есть бытовало такое мнение, что преданные это какие-то трансэнгиталисты, там какие-то ничего не умеют делать. Я вот за всё своё время, сколько я с преданными работал, то есть это лучшие специалисты, лучшие люди. Конечно, конечно. Спасибо вам за такое глубокое и правильное отношение предных в вашей ядре. Я очень прочён и рад за ваш ответ. Спасибо. Но не хватает духовной силы, чтобы любить ваш канал так, как вы любите. Я уверен, что никто не будет критиковать. Всё будет хорошо у вас. А если кто-то их будет, то не обращайте внимания. Я не как в сказке всё рассказываю, я рассказываю свою жизнь вам. Нет, я всё понимаю. Очень хочется, чтобы она тоже так была. У вас уже так есть. Вот преданный сказал, что уже есть. Вот человек работает... Реальная ситуация находится в вашем сердце сейчас. Вы сомневаетесь. Это означает ваша реальная ситуация. Я вижу эти сомнения. Это ваша проблема. Это не проблема общины в Айшнаут сейчас. Мы не будем сейчас обсуждать в Айшнаут. Хорошо? А что вы хотите? Давайте, задавайте. Человек работает с предными. Но реально-то как прожить в семье четырёх человек на так же заплату? То, конечно, хорошо работать с предными, но реально-то выжить... Не получается. Не получается. Значит, тогда не работайте с предными. Работайте, пока не с непредными. Потому что у вас нет возможности работать с предными. Ваша карма вашей семьи так вас сжала, что вам вы не можете работать с предными. Вам надо работать с непредными, получать хорошие деньги и отдавать предным. А потом придёт такое время, что вы к преданным придёте и будете иметь возможность получать хорошую зарплату уже у предных. Когда вы этого будете сами достойны. Придёт так же и сложится хорошая среда в общине. Для того, чтобы вы с предными работали и получали нормальные деньги. Но! Эти деньги всегда будут меньше, чем вы хотите. С предными. Потому что надо выбирать или дядю Васю и большие деньги, или Вайшнауф и поменьше. Но! Когда предные работают с предными, они кроме денег много чего другого получают. Они получают возвышенную, чистую, счастливую жизнь. И самое интересное заключается в том, что потом, в последствии, те, кто работают с предными, они всё равно получают больше денег потом. Потому что предные будут развиваться в своих общинах. У них более квалифицированный труд. У них больше возможностей. Потому что люди интеллектуальнее, интеллигентнее, возвышеннее и чище. Просто любая деятельность благости, она сначала очень со скрипом выходит на развитие. А потом постепенно набирает свою силу. А деятельность страсти, она сразу как бы даёт результат, а потом гаснет. А деятельность невежести даёт ещё быстрее результат, а потом в ад. Вот, например, водкой торговать легче всего. Сделал там, опа, и пошла торговля, а потом, опа, тебя пристрелили. Забрали твой заводик, а ты в ад пошёл ещё к тому же. Это жизнь невежести. Чтобы в благости действовать, допустим, молочными продуктами торговать, молочными сладостями. Люди не привыкли к этим сладостям. Их нас сначала надо приучить. Это требуется годы, чтобы они поняли, что это вкусно. А потом, когда они поймут, все сладости молочные будут сметаться просто. И так, уже поняли, да? Уже приучили. Значит, надо больше делать. Ну, то есть, видите, деятельность благости развивается постепенно. Нужно время. А потом она взлетает, и конкуренции, главное, нет. Никто же так не сможет вас скопировать. Допустим, в Киеве, когда пледных спросили, говорят, а вы не боитесь, что будут сдирать ваш ресторан имбирь, который вы сделали? И говорят, не боимся. А почему? А потому что просад ведь нам готовить. От просад-то никто не будет готовить. Они будут имитировать просто это все. Да? Просто мы сотрудничаем с фондом христианским, такой известной же городом. Супер, супер. То есть мы там акции проводим в детских домах, с ними кормим. Они готовить не могут, а мы можем. Это просто супер. Вы мне просто не стали, мы уж и вливали. Нет, так это. А я им просто, ну, там, рассказал историю одну, в общем. Я говорю, ребят, у вас же есть, ну, сильные христиане, есть же, как бы, это, может быть, повара какие-то. Давайте сделаем, давайте, может, их задействуете, потому что это очень непросто. Целую сеть христианских, трапезных. Они говорят, слушай, да нету никого. Они к кришнаидам пришли, чтобы открыть. Знаете ли меня? В Сергееве Посаде один человек стал преданным. И он тогда был такой, не то, что христианин, а просто, как бы, помогал православным готовить. Был повар, стал преданным. И он начал предлагать тоже, там, просто продолжал в Сергееве Посаде готовить, и чуть-чуть так, коррекрично там повторял. Ну, и он это, добавлял специи туда, как преданное делают. И у них там, батюшка, есть один, весновидящий. И он поел, как бы, плов этот, который он приготовил, посмотрел на него, на преданного. Говорит, вкусный плов ты приготовил, вкусный. Ну, кришнаидский. Они мне так-то сказали, ну-ка, давай специи не будем. Понимаете, это действительно происходит в нашем обществе, что религии объединяются в том плане, что вот это вот общее дело, не то, что они смешиваются. Каждый будет по-своему верить, но так как силы демонизма очень сильно развиваются в нашем обществе, все духовные традиции должны вот в этой деятельности, нравственности объединиться. И все чувствуют, простые люди. Они чувствуют, что надо сотрудничать. Дети могут это, те могут то. И каждый обнять получается нектар. Ну, то есть мы должны быть все вместе. Духовные организации должны быть вместе. Они должны сотрудничать. И вот то, что вы сейчас говорите, это меня очень радует. Мне очень радует мое сердце. Приезжайте в Кафе Рада. Сегодня или завтра с 11 до 21 часа. Ребята вас очень ждут. Они смогли прийти на лекцию, так как готовят просад и кормят людей. Не знаю, я приеду, нет, Кафе Рада. Просто времени не всегда хватает. У меня еще прием же, я по интернету принимаю больных. И плюс я еще болею, у меня флюс. Видите, надо его лечить. Лекция вечером. Поэтому я, наверное, не смогу приехать. Но я вот сердцем вместе с преднами, которые работают в Кафе Рады. У вас еще Говинда, скажу. А? Говинда, скажу. У вас есть еще Говинда, скажу. Да, у вас Говинда. Он наоборот. То есть у нас только плакаты с Кришной и все. То есть у вас лучше, чем у меня. Это нормальное трансцендентное соревнование. Нет, не лучше. Просто вы сказали, что я слишком трансцендентный, а я скрытый. А там получился симбиоз. То есть там оно и не слишком трансцендентное, и не слишком замусловленное. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вот вас рассудит Кришна. Вот вы сделаете кафе, как вы считаете нужным. Если там будет все заполнено людьми, и у вас там просто Кришна будет даже висеть снаружи в трехметровом виде. И если будет все заполнено людьми, тогда все классно. Понимаете? То есть все зависит от того, придут люди или нет. Если люди пришли, значит Параматма их привела. Если у вас все развивается, если у вас все заполнено людьми, и при этом там у вас Говинда Махарадж поет, Киртан там, и как бы люди заходят в кафе, и там все просто Кришной пропахло. И вы все в тхоте, и в тилоках, как бы, и все в экстазе вокруг. Все заходят и как бы с вами пляшут, и кушают, бросав. Это то, к чему мы стремимся. Понимаете? Но если так не происходит, и люди заходят, пугаются и убегают оттуда, то это непрактично. Это не то, что Кришна хочет. Надо сделать так, чтобы люди привлекались. Как вы это сделаете, это ваше дело. Есть разные способы это сделать. Допустим, на фестивале психологов они так делают, что почти никто не знает, что они дредны. А у нас во время фестиваля параллельно прямо там же проходят программы духовные в Вачнавске. И кому надо, туда приходят на эти программы. Все знают, что они едят освященную пищу. И иногда на концертах также и в Вачнавске какие-то номера. Например, на концерте, на закрытии, у меня жена станцевала вместе с предами, с матаджами. Они нарядились в Радху, Кришну. И сделали красивейший просто танец под очень хорошую музыку. Там песня описывает вот эту историю с павлинами. И они так это сделали красиво, что люди плакали просто сегодня. Были в экстазе, помню. То есть, если премность что-то делает очень красиво и возвышенно, людям это очень нравится. И это даже может быть прямой проповедь. То есть, они танцевали в костюмах в Вачнавске, с перьями, Кришна там был, Радха. Но так красиво, что людям очень сильно понравилось. И это было так же ненавязчиво. Поэтому, Вачнавы, вы можете проповедовать, как вы считаете нужным. Главное, чтобы это было привлекательно. Потому что, если это будет отпугивать людей, значит, это им персонализм. Это не то, что Кришне нравится. Такой ответ. Еще какие-то вопросы есть? Я не знаю, есть временный вопрос? Пять минут. Пять минут. Ничего, можно еще один вопрос. Вы сегодня говорили, да? Я как бы провел параллели, потому что вы немножечко провели через все, что, ну, например, я и многие преданные, кто в 90-е начинал, проходили, да? То есть, первое, мне очень нравится эта идея, то есть, на которой, я так понял, мы и должны сосредоточиться. Это то, что мы свою деятельность, свою жизнь, да? Должны посвятить, не думая о домике в деревне, должны посвятить Кришне. У меня есть примеры, там, Раджуна Кришна, например, да? У которого, там, четверо детей, он только на Харинамах, то он на польском туре, нигде не работал никогда. И у него, там, дом он построил двухэтажный, в общем, да? Есть примеры. Сам я тоже какие-то капельки ловил вот из этого настроения. И в 90-е была команда, мы делали просад, все деньги отдавали на Харинамы, раздавали шарики, да? Но потом время сменилось, и стало, ну, как бы, немножечко другое настроение, даже от старших преданных пошло, да? Что строй домик, потому что семья, дети, мы должны быть социализированы, мы должны, может быть, даже где-то работать лучше с непреданными, да? Но, как бы, свою какую-то чистоту, если она есть, там проявлять. Вот. И оно немножко отличается от того, что, ну, как бы, отдай, да, все Кришне. И вот где-то бы поймать эту грань, что, с одной стороны, есть там куча детей нарожалась, да, и семья, и социализироваться надо, а с другой стороны, и хочется, как вы говорите, да, не думать, не... Я знаю эту грань. Эта грань такова, что когда преданные вкладывают в деятельность, а не в домики, то тогда в этом случае у них растут зарплаты немедленно и растут возможности. И они, по крайней мере, могут снимать квартиры себе хорошие и жить в них. А когда они еще больше вкладывают в деятельность для Кришны, тогда у них появляются деньги и на домики. То есть надо сначала вложить то в то, что нужно Кришне. Кришне нужно, чтобы мы не на себя были направлены. Домики появятся, это не наше дело. Это дело Кришны. Он заботится о нас тогда, когда мы заботимся о Нем. Наша задача сплотить преданных и дать им возможность трудиться вместе. Мы должны вкладывать в деятельность. И это будет вложение в общину. Сначала вы вкладываете в фирму, как вложение в общину. Потом дальше, когда идет прибыль, вы не домики строите сразу, а строите ведический центр, где вы будете работать на своей территории. А потом только уже деньги пойдут в домики. И не только в домики. И даже раньше, чем в домики, они пойдут сначала в школу для детей преданных. А потом уже в домики. Потому что это тоже важнее. Поймите, здесь нет противоречий. Детям преданное служение, оно очень гармонично. Просто надо понять замысел Кришны. Замысел Кришны такой, что преданным важнее всего быть вместе и трудиться вместе в кальюгу. А не жить где-то. Ну ты построил себе домик, а что дальше? Где ты будешь работать? Неизвестно. И неизвестно, чем ты будешь. Но если преданные создали деятельность совместную, это Кришне лучше и им лучше. Потому что если есть деятельность, можно квартиру снимать уже. Уже есть где жить. А если преданные еще больше вкладывают в деятельность, они ее развивают. Тогда в этом случае они несомненно будут получать нормальные зарплаты для того, чтобы и покупать себе квартиры. Но это опять же от Кришны идет. Это не то, что они себе решили квартиры покупать. Просто пришло время, и преданным лучше жить в квартирах уже своих. Это для Кришны даже лучше. Потому что там можно проводить программы. Это удобнее для преданного служения жить в своих квартирах потом. А сначала удобнее вкладывать в деятельность для Кришны. Нет противоречий. Все очень гармонично. Все очень гармонично. Потому что если мы сначала тянем на себя и домик создаем, те же самые деньги, которые должны были причиной освобождения от рабства послужить, они становятся причиной рабства. Потому что для того, чтобы мне этот домик строить, мне нужно дать дяде Васю работу. То есть я откатываюсь назад в своем преданном служении. А тут представьте, те же самые деньги объединяются в деятельность. То есть мы создаем возможность трудиться вместе. И сразу возникает вопрос, а вдруг не получится? Это бывает только в одном случае. Если преданные не дружны. Это значит, что у них низкий уровень развития духовного. Если преданные дружны, и они хотят жить для Кришны вместе, тогда все получится 100%. Не может быть такого, чтобы не получилось. Я такого не могу поверить в этом. Потому что наша продукция самая сладкая. Наши мысли самые сладкие. У нас сознание самое сладкое. Почему это не нужно людям? Почему у нас может не получиться? У нас обязательно получится. Это все нужно. Я знаю, там преданные мыло делают, оно самое лучшее. Там и косметику, и что только они вытворяют. И все это просто расхват. Потому что это правильно в сознании делается. Почему не получится? Все получится. Да? Я просто удивительно так получилось сейчас. У нас в команде было такое настроение, когда мы начинали и договаривались. Я просто не хотел бы флагами нахать. Да, да, да. Это понятно. Но первая идея была, это именно ведический центр. Именно ведический центр. Вторая идея была, это поселение как раз. Но поселение не только нас, да, участников команды. Имеется в виду, что оттянуть преданных, да, более-менее, чтобы мы не разбросаны были по разным районам города. А у кого есть возможность поселиться в одном месте. То есть вот эта идея, она, как вы думаете, она и захомячится? Захомячится, да. Знаете, как надо делать? Надо преданных объединять в деятельности. Если хотите другим преданным помочь, объединяйте их опять в деятельность. Создавайте новые предприятия для Кришны. Новые виды деятельности для Кришны. Потому что преданные сначала объединяются в деятельности. Они сначала в деятельности роднятся и становятся очень возвышены. Потому что в деятельности, если у человека на стороне неправильно, он отваливается сразу. И он уже не будет жить в общине. Естественным образом. А те преданные, которые объединятся в деятельности, и все Кришне там будут отдавать, естественным образом они потом будут селиться. Потому что Кришна человека проверяет сначала в деятельности. А потом он видит, что он хочет для него жить. Вот тогда будет строиться для него уже домик. Это будет само собой. Это не будет то, что этот преданный как бы построил домик, и все, ему ничего не надо. Он, понимаете, домик построен, он видит всё равно, что ему хочется работать с предными и всё равно его сознание будет оставаться прежним. Но если вы просто человеку домик построите, он туда сядет, засядет и всё. И что, думаете, он будет с вами сотрудничать? Он своё уже получил, всё. А на с предными же надо работать, в правильном сознании. А на дядю Васю можно просто работать и всё. И понимаете, прежде чем домик получить, преданный сначала должен заслужить его. Он должен сначала доказать, что он для Кришны хочет жить. И это происходит в деятельности. Поэтому надо просто объединять людей в деятельности, а результатом этого будет то, что естественным образом будут строиться домики. Но раньше, чем домики, будут строиться школы, потому что преданным даже больше нужно, чем свои домики, воспитывать детей в сознании Кришны. Будут строиться домики, будут строиться проповеднические центры, потому что преданным так же сильно нужно, чтобы люди вокруг вовлекались в духовную жизнь. Понимаете, это все создаст большие возможности для развития Вайшнава. Вы даже не представляете, какие возможности, потому что вы не представляете, что будет дальше. Если преданные начнут для этого общества, для этого города очень сильно трудиться, то придут люди богатые и сами вам все построят. Они будут в экстазе просто от того, что происходит. Они давно это ждут. Поэтому преданным даже не надо беспокоиться о своей жизни. Все будет у них хорошо, если они удовлетворят Кришну. Кришна же в сердцах людей находится. А люди же не то, что все какие-то против Кришны. Люди все с Кришны живут. Просто надо Кришну у них в сердцах удовлетворить. И тогда в преданных все будет нормально. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы не зря с вами потратили денег. Чи горни тайки, чай, 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 чай. Вся слава всем. Спасибо. Я очень рад услышать много хороших новостей, которые мне сообщили. Значит, что все будет классно. Уже, уже, уже хорошо. Уже все результат.